Тема сегодняшней лекции Роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого и формат телевизионного сериала. Тексты литературной классики и формат телевизионного сериала проблема достаточно актуальная для современной культурной ситуации. В первую очередь она отражает изменения границ между высокой и массовой культурой, являющиеся в некотором роде результатом влияния постмодернизма, который, как писала Наталья Манковская, развивается в щир, захватывая те сферы, которые в контексте модернистских взглядов считались миноритарными, маргинальными. Усвоение классических текстов форматом сериала изначально является английским открытием. Оно связывается с программной политикой британского телевизионного канала BBC, который делает попытку дать сериальному формату статус уникального явления, сочетающего развлекательные и просветительские функции. 26-серийная экранизация романа «Гоуссорси» в саге о форсайтах 1967 года становится эмблематическим примером подхода BBC к классической литературе и ее превращение в сериальный текст. Данный подход британского телевизионного канала отражает желание приблизить такой массовый формат, как сериал, к строгой кинематографичности. Все существующие сериалы по роману «Война и мир», снятые телевидениями Западной Европой, в 1972 году BBC создает 20-серийную телевизионную сагу «Война и мир» Джона Дэйвиса, и главные роли исполняют актеры Алан Добби, роль Андрея Бальконского, Андрея Бальконского, Морак Худ, Наташу Ростову, Антони Хопкинс играет роль Пьера Безухова. Создание сериала совпадает с одной из фаз подъема в истории BBC. Британская корпорация в те времена стремится поддерживать такие программы, которые не имеют вполне коммерческого характера. «Утро на улицах» Дениса Митчелла, высокобюджетную передачу «Цивилизация лорда» Кеннета Кларка, инновативная драма типа саги о форсайтах или «Шести жен» Генриха VIII. В развитии британской культуры данный период получает определение ностальгический, пародийный, открыто критичный. Целый ряд телевизионных передач демонстрируют влияние со стороны нео-викторианского и нео-эдуардовского стиля. В саге о форсайтах режиссеры Дэвид Гайлс и Джеймс Селлен Джонс пользуются панорамными эпизодами и крупными планами костюмов, чтобы достичь очень важного для продукции BBC эффекта – эффекта наследства истории. Историческая эпоха, представленная в сериале, становится объектом интерпретации и полем для дискуссии среди зрительской аудитории. И после 1980 года, вперед коммерциализации телевидения, сериалы экранизации BBC сохраняют свою верность к воссозданию концептов английскости – дом, свобода, приватность, здравый смысл, чувство юмора, джентльменство, честная игра, сдержанность, традиция. Принципы экранизации «Войны и мира» от 1972 года вполне соответствуют этой стратегии. Начальные кадры сериала демонстрируют, с одной стороны, пристальное внимание к историческому колориту, а с другой являются обобщением основной идеи экранизации. На фоне гимна «Божий царя храни» показан герб Российской империи. Начальные надписи появляются во время движения камерой к отдельным элементам герба – двуглавому орлу, коронам, изображению святого Георгия. Сериал довольно последовательно отражает текст толстовского романа. Кастинг актеров следует признать успешным, хотя некоторые из них находятся довольно далеко от возраста героев романа. Например, Морок Худ исполняет роль девочки Наташи Ростовой, когда актрисе 30 лет. Акцентом экранизации становится изображение предметного мира – фарфоровая посуда в доме Ростовых, роскошные костюмы, интерьер. В плане языка сохраняется многоязычие романа. В диалогах звучат реплики на французском и русском языках. Каждый эпизод длится 45 минут. Текст романа членится на эпизоды следующим образом. Я прочитаю просто несколько названий эпизодов. «Именинный», «Звуки войны», «Перестрелка в шонграбине», «Письмо и две предложения», «Аустерлиц» и так далее. Названия отдельных эпизодов подчиняются не романной поэтике, а сериальному канону. Исследователи формата утверждают, что наличие названия у отдельных эпизодов сериала означает его направленность к более интеллектуальной аудитории. Названия не резюмируют действие и смысл отдельных частей, а скорее поддерживают интерес зрителя, как в романе «Филитоне». Сериал «Война и мир» компании BBC, несмотря на демонстративное исследование за текстом романа, на всех уровнях экранизации выявляет свою английскость. Семантические акценты расставлены так же, как и в экранизациях по романам «Голсуарси» и «Джейн Остин». Дом, приватность, здравый смысл, сдержанность. Текст Толстого вписывается в стратегию BBC конца 60-х и начала 70-х годов XX века своей имперскостью, историческим колоритом, аристократическими традициями. Он становится очередным напоминанием о временах королевы Виктории, о наследии истории, но в форме русского литературного сюжета. Только 35 лет спустя появляется второй сериал по роману «Война и мир». В 2007 году выходит на экран совместная продукция Италии, Германии, Франции, России, Польши «Война и мир». Режиссер сериала – австриец Роберт Доргелм, а в главных ролях – актер и клеманс поэзии в роли Наташи Ростовой, Олесию Бонни в роли Андрея Балконского, Александр Беер в роли Пьера Безухова. Данная экранизация романа реализована в жанре мини-сериала. Исследовательница телевизионных жанров Светлана Покровская выделяет несколько особенностей мини-сериала. В соответствии сюжета мини-сериала тексту экранизируемого произведения, историческая достоверность, взгляд на исторические события с точки зрения отдельной личности, участие известных актеров после читательного кастинга, способность мини-сериала адаптироваться к другим жанрам – к мыльным операм, ситкомам, теленавеллам. Как раз экранизация Доргелма показывает некоторые отклонения от этой общей схемы. Соответствие между сериальным текстом и текстом романа нарушено, и скорее они относятся друг к другу по формуле «по мотивам». Создатели редуцируют и контаминируют сюжетную основу романа. Отпадание объединения сюжетных блоков зависит от их функциональности в рамках одной основной линии – любовно-дружеские отношения между Балконским, Пьером и Наташей. Исключаются целые части романа – масонское увлечение Пьера, большая группа героев – Вера, Берг, Борис Друбецкой, Анна Павловна Шерер, Анна Михайловна. Развитие некоторых эпизодов изменено. Предыстория дуэли Пьера и Долохова, битва при реке Энс, последняя встреча князя Андрея и Анатолия. В сериале появляются несколько придуманных сценаристами сцен. Брак Сони и Денисова, разговор между Наташей и Элем перед дуэлю, сумасшествие князя Василия Курагина и так далее. Много изменений наблюдаются в внешнем облике героев. Наташа – высокая блондинка, пьер – стройный молодой человек, княжна Мария – просто красавица, а пьетит-принцесса Лиза Балконская – на целую голову выше своего супруга. Самые большие претензии к создателям сериала публика и эксперты имеют в плане исторической достоверности картиной. В интернет-блогах появляются длинные посты с историческими ляпами в сериале. Стратегия сериала предполагает свободное обращение с литературным материалом, но допущенное неточности вряд ли можно объяснить невнимательностью к историческому колориту и непониманием русскости романа Льва Николаевича Толстого. Мы рассмотрим несколько случаев, которые входят в противоречие с духом изображаемой эпохи и попытаемся мотивировать их правилами сериального канона. Трансформация романа в жанр мини-сериала сильно меняет поэтику текста, превращая его из романа эпопеи в популярный текст сентиментально-приключенского типа. Ведь именно в эпоху романтизма в литературе максимально допускаются в клещированной форме различные мифы и неопределенные мечтания, все невыразимое, что культура обязана отрицать. А сам Толстой неоднократно отграничивается в своем романе от романтических стереотипов и даже пародирует их. Ключ к романтической рамке сериального текста задает в первую очередь внешность героев. Наташа Ростова, клеманс поэзии, строится по законам естественной романтической визии, которая входит в моду в русском обществе в конце XVIII и начале XIX века. Об этом писал Юрий Михайлович Лотман. Женщина эпохи романтизма, по словам Лотмана, должна быть бледной, мечтательной и идет грусть. Поведение героини в сериале приобретает, однако, слишком естественной формы, которые вряд ли были бы допустимы в контексте изображаемой эпохи. При каждой встрече с Пьером она встречает его с нежными поцелуями, во время своих именин ходит босиком в присутствии гостей, а во время танца с князем Андреем ведет себя как опытная кокетка. В таком же духе решен и образ Пьера в сериале. Он высокий, худой и хорошо вписывающийся в компанию дам. Брюнет Пьер и блондин князь Андрей являются двумя сторонами одного и того же образа в сериале романтического Жен-Премьер, недовольного чем-то красавца, имеющего успех среди женщин и огромное количество положительных качеств. Эта пара в сериале входит в конкуренцию с другой, довольно сильно на нее похожей парой Долохов в исполнении Задлера и Анатол Курагин в исполнении Дюкена. Сходства между героями неимоверно увеличиваются, поскольку от богоискательства Пьера и князя Андрея в сериале нет никакого следа и психологическое различие персонажей никак не представлено. Остается только поведенческое различие. Такая схожесть антагонистов является характерной особенностью романтической литературы в ее массовом формате, о котором пишет Вайскоп. Неудивительно, что претенденты на романтический венец всячески старались отмежеваться от своих чересчур схожих с ними соперников, дезавуируя их или осмеивая. Схематизм романтического инструментариума распространяется на художественное пространство сериала. Все представленные в нем усадьбой получили стереотипный облик какого-то усредненного дворянского дома. К пространственной схеме подключаются топосы, которые не могли бы и быть по историческим причинам частью романа, но зато хорошо обслуживают сентиментально-авантюрную интригу. Элень Курагина провоцирует встречу с Пьером в одном из самых красивых розарьев, хозяином которого является сам Пьер. В отличие от Западной Европы, где традиция розарьев ведет свое начало еще с XII века, в начале XIX столетия сады данного типа в России являются частью владений только царских особ. Допустимо, что дворянин ранга графа Кирилла Безухова, имеющего тысячу душ и миллионы, тоже мог бы иметь в своих владениях подобной розарей. В сериале, однако, розовый сад не является элементом исторического колорита, а вариантом романтического сада-парка, который в плане хронотопа часто связывается с мотивом любовного признания и страдания от любви. Юрий Владимирович Ман утверждает, что само слово «романтизм» появляется в русском языке благодаря английской теории садов. В романе Толстого роза как символ становится флороэмблемой невинности и надеждой, которую легко можно прочесть в одежде Наташи и Сони на первом бау, где они одеты в белых дымковых платьях, на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже и с розами в черных волосах. В языке цветов сериала роза символизирует коварство Элен, которые подчиняют воображение и сердце Пьера, наслаждаясь ароматом цветущих роз. Шарафадина отмечает, что реплики розы, связанные с ее атрибутом шипами, и с ее вегетативной стадией – бутонирование или расцвета. В романе и сериале наблюдается функционирование символа розы с противоположными значениями, восходящими к двум разным мотивирующим признакам. Бутон розы как выражение надежды, и щипы на ней как знак страха, опасения и коварства. Тем более, что в розарье Элен получает укол шипом розы и сравнивает этот укол с муками любви. Отсутствие достоверности исторического колорита компенсируется в сериале многочисленными убочными сценами, которые должны придавать русскость визуальному ряду. Подробные изображения свадеб Пьера и Элен Николая Ростова и Марии Балконской религиозной службой в комнате умирающего графа Безухова. Еще в одной сцене сериала можно рассмотреть подмену смысла толстовских мотивов. Можем обозначить ее как отец Ростовых на первый бал дочерей. В ней мы видим семью Ростовых в легкой бальной одежде, в открытой коляске, которая мчится к дому Екатериненского вельможи. В романе первый бал Наташи Ростовой проводится 31 декабря накануне нового 1810 года. Бальный сезон в России начинается поздней осенью и длится всю зиму, пропуская только дни поста. В творчестве Толстого времена года, начиная еще с севастопольских рассказов, имеют особую семиотичность. Летняя ночь в отрадном рассвече и дуб, зимняя метель в романе становятся элементами не только природной феноменологии. В сериальном тексте «Летняя ночь», в которую Ростовы едут на бал, связывается с идиллическим хронотопом сентиментального романа, где чувства выражаются языком природы. В данном случае любовный трепет Наташи, уже полюбивший в сериале «Князя Андрея», корреспондирует с романтикой «Летние ночи», «Ветерка», «Таинственности мрака». В сериале проигнорировано двуязичие романа. Он целиком озвучен на английском языке, и таким образом снимается важный семантический пласт произведения, определяющий его жанровое, идейно-тематическое и сюжетно-композиционное своеобразие, систему образов и эмоциональный тон художественного произведения. Зимой 2014 года корпорация BBC объявляет начало съемок новой экранизации романа «Война и мир» в шести эпизодах. Режиссер продукции Том Харпер. Главные роли исполняют Лили Джеймс, роль Наташи Ростовой, Пол Дано, роль Пьера Безухова и Джеймс Нортон, роль Андрея Балконского. Подход создателей сериала к тексту Толстого не сильно отличается от подхода Дорхельма. Событийный ряд в основном сохраняется, но меняется сама мотивировка поступков героев. Движущей силой поведения всех персонажей становятся две страсти к плоти и к власти. Дворьянское общество в сериале представлено как легкомысленное, порочное и своенравное сборище людей. Пласт исторического колорита заменяется стереотипными зарисовками. У черного входа в дом Ростовых лежат поросята. Подробно показано крещение Николинки. Даже слышны слова священника на церковнославянском, исполняются песни на русском языке и так далее. В структуре сериала легко можно рассмотреть структуру идиллии семейного типа, в которой, как писал Михаил Бахтин, движение романа ведет главного героя или героев из большого, но чужого мира случайностей к маленькому, но обеспеченному и прочному родному мирку семи, где нет ничего чужого, случайного, непонятного, где восстанавливаются подлинно человеческие отношения, где на семейной основе восстанавливаются древние соседства, любовь, брак, дети рождения, спокойная старость обретенных родителей, семейная трапеза. Представленный в конце сериала эпилог романа принимает облик семейного застолья на лоне природой, где за столом сидят разные поколения ростовых, балконских и безуховых, и все они демонстрируют счастье и материальный достаток. Среди современных кинокритиков существует мнение, что экранизации романа «Война и мир» подчиняются двум подходам к тексту – событийного и историко-философского. В фильме «Кинга Видера» 1956 года прослеживается лишь сюжетный оттеп романа, а в экранизации Сергея Бондарчука при помощи чтения авторского текста за кадром сделана попытка передать и историко-философские искания Толстого. Дальнейшая жизнь романа на экране связана именно с подходом Видера, который используется и в сериальных экранизациях. В фильме 1956 года удалены все части романа, которые не имеют зрелищно-динамической природы – масонство Пьера, общение князя Андрея Испиранского, исторический пласт романа в его дипломатических, политических и идеологических измерениях. Из сложной сюжетной симфонии романа остался один сюжетный каркас – семейно-любовная линия и эффектные батальные сцены. Данный подход соответствует точке зрения современного массового читателя-зрителя, который пропускает все проблемные места и таким образом сводит сложный текст Толстого к знакомому старому сюжету о любовных перипетиях и их преодолении, в финале которого все заканчивается счастливой свадьбой. Этот механизм критик Натальи Иванова удачно называет актуализацией. Редуцируя нефункциональные блоки романа, сериальный текст требует одновременно и добавления блоков сцен, которые упрощают мотивировку поведения героев, заменяя толстовский психологизм подключением стереотипного, дейсторизированного хронотопа и обеспечением необходимой для формата временной протяжности. И у Видера, и у Дорхельма, и у Харпера финал связан с картиной счастья молодых на фоне цветущей природы. Роман Эпопея превратился в семейный роман Эдилью, для которого свадьбой разрешается основной сюжетный конфликт. За этим финалом просвечивает еще более упрощенная архетипная модель волшебной сказки, по логике которой Пьер является третьим братом-дураком, который после многих испытаний получает принцессу Наташу. Сериал Джона Дейвиса пытается сохранить баланс между литературным первоисточником и канонами сериала, адаптируя изображаемую реальность к знакомым для английского зрителя концептам и фактам, приравняя две исторические эпохи – эпоху Александра I и Наполеоновских войн, и эпоху королевы Виктории с ее здравым смыслом среднего класса. Дорогие зрители, желаю вам приятного просмотра сериалов. Спасибо за внимание.